У одного из главных символов народной скорби, памятника часовни, большая делегация. Почтить память репрессированных в коме приехали представители комиссии по увековечению жертв ГУЛАГа при президенте России. Нашей республике в страшные 30-е, 40-е и 50-е выпала непростая доля. Сюда ссылались сотнями тысяч политически репрессированных. Здесь было наибольшее количество тюрем и лагерей. Люди, которые находились здесь, они были разных вероисповеданий, разных национальностей. Они не просто отбывали срок. Они вложили огромную лепту в развитие нашей республики, формирование ее промышленности, развитие инфраструктуры. Репрессированные не только отстраивали республику. В непростых условиях они создавали и семьи, после их дети оставались на коме-земле. Только вот реабилитировали вплоть до 90-х годов далеко не всех из них, а многие жернова ГУЛАГа вовсе не пережили. Задача рабочей группы – установить единый подход в работе сохранения воспоминаний по всей стране. Через открытие музеев, работу в архивах, благоустройство мест массовых захоронений и создание единой базы жертв. Мы с коллегами посмотрели, сколько в республике Коми памятников, памятных знаков, памятных крестов. Мы вот с коллегами насчитали 30. Для небольшой республики это довольно значимая цифра. Во всех практически населенных пунктах, имеющих хотя бы какое-то отношение к лагерям, к репрессиям, стоят памятные знаки. Это, казалось бы, небольшая работа, это не какие-то большие затраты, большие мероприятия, но они там, где люди живут. Эти монументы как раз и есть воплощение памяти о тех страшных временах. Группа инспектирует не только их содержание, но и национальный архив Коми, состояние, техническое оснащение и насколько документы той эпохи доступны для исследователей. И хоть архивная работа и ведется неустанно, члены комиссии отмечают, она не может остановиться, пока каждый пострадавший от террора не сохранит свое имя в истории и не расскажет свою правду.